Вопрос, который больше всего люди задают. Сейчас я расскажу про этот вопрос, который действительно задавался у меня Дмитрий Юльченко. И в связи с тем, что очень много провожу вебинаров и обучения, также очень много задают именно этот вопрос, который у людей по МММ может сэкономить огромное количество времени. Но сейчас у нас система МММ-2012 очень сильно отличается от МММ-2011. И некоторые принципы остались из МММ-2011, которые уже временем были пережиты. Так как у нас сейчас есть автоматизация, а в основном большинство руководителей еще пока собирают отчеты по деньгам, по людям, которые говорят. Кто сдает отчеты по деньгам? Скажите, есть такие? Раз, два, кто еще сдает отчеты? Три, вы сдаете отчеты? Сдаете, да? Хорошо. То есть большинство, а кто вообще в МММ-2012 участвует в МММ-2012? Ага, ясно. Слушай, половина из присутствующих участвует в МММ-2012, половина из тех, кто участвует, сдают отчеты, а некоторые не сдают. То есть у нас в МММ-2012 сложилась ситуация, когда половина людей сдают отчеты, а половина нет. И несмотря на то, что есть вот такая автоматизация, видно количество людей в своей структуре, но вообще невозможно посмотреть, сколько денег в структуре по личному кабинету. Невозможно это увидеть никак. А отчеты эти требуют, и половина людей действительно вынуждены это делать. И мы выяснили, что достоверно предоставить этот отчет вообще невозможно. В связи с тем, что, ну там получается такая ситуация, когда люди хотят сдать достоверную цифру, они должны всех своих участников в первой линии обзвонить. И эти участники говорят, что ну я приблизительно, по-моему, вот столько прошил. Вот, например, у меня есть такие люди, которые вкладывают каждую неделю деньги, и они просто уже запутались, сколько они денег вложили в систему. Они говорят, ну примерно, по-моему, я вот столько вложил. То есть, а десятник это увидеть никак не может, потому что это че? Вообще можно это увидеть, если человек под вами зарегистрировался сразу, с самого начала, и постоянно вносил эти деньги по руководительским бонусам. Можно это определить. Если человек к вам перевелся, и эти вложения денег делал под другим руководителем, то руководитель, по-моему, в 2012 не может это никак определить, сколько же денег его служит. Вот я так развернуто специально задал этот вопрос. Почему? Потому что в нем действительно надо было разобраться, и мы выяснили, что в этом вопросе не разобрался в системе еще пока что никто. Я думаю, что сейчас первый вопрос, но вы участники знаете, сколько денег к системам вкладывают. Не безумно же они, не сут, не сут. В чем вопрос? Отчеты эти нужно сдавать или не нужно? Смотрите, Дмитрий, тут вопрос, как бы, ну, лучше по-конкретнее задать, то есть отчеты относительно руководителей или относительно участников? Значит так, вот руководители, половину, вот мы видели, что половину отчета это не сдают, половину не сдают. То есть некоторые руководители их требуют, а некоторые отчеты по денькам еженедельные, не сдают. То есть нужно их сдавать, не нужно, вот этот вопрос как бы надо утрясти, потому что, ну, он непонятен. Ну, посмотрите, просто задача заключается в этих отчетах в чем? Чтобы отследить динамику, ну, не то, что динамику, а эффективность руководителя. То есть есть руководители, которые образовали свою десятку, сидят как бы и не развиваются, да, то есть хотя каждый руководитель должен заботиться о производстве денежных средств в свою ячейку для того, чтобы поступающие денежные средства постоянно компенсировали образующиеся долги. Вот, в этой связи, то есть вот эта, скажем так, рекомендация, она чисто необходима для руководителей, для того, чтобы можно было отследить эффективность того или иного десятника или сотника, или так далее, ну, или больше. Соответственно, в личных кабинетах будет введена функция, значит, будет введена автоматизация, да, и автоматически каждый из руководителей будет видеть свою динамику. Соответственно, высших стоящих руководителей, они будут видеть динамику всех своих веток. Вот, в этой связи, как бы, на данном этапе, то есть если хотите, некий руководитель запрашивает отчет по поступлениям, то в этом ничего криминального нету, то есть это делается ради того, чтобы посмотреть эффективность и, соответственно, с занимаемой должностью в системе. Спасибо за ответ. Ну, я тоже добавлю, я тебе передам микрофон тем, кто хочет задать еще вопросы. Я только добавлю, я конкретно просто Александр, да, в соответствии с отчетами, да, вот, может быть, чисто у меня не субъективное мнение нашей структуры, отчеты мы собираем, мы собираем их получительно четко, потому что, во-первых, одной из причин возникновения трудности в этой системе было неправильные составляемые и неточные отчеты, которые поступали Сергею Пантелеевичу о ситуации в системе в целом. Собственно говоря, марта-брейта, то есть данные были представляемыми миллионниками, были весьма неточны, потому что происходит в структурах. Она понимает, что динамику надо постоянно отслеживать, да, в процентном соотношении, притом, не важно, сколько у вас, как у руководителя, денег, у вас может быть, 100 рублей, 100 тысяч, 100 миллионов, не важно, сколько у вас сейчас. И может не стать через 3-4 дня, да, в какой-то ситуации. Поэтому надо смотреть на динамику, на динамику процентного соотношения, да, и в структуре МССР у всех руководителей высчитывается процентный процент динамики, есть необходимый минимальный план, который каждый руководитель должен выполнять. Если руководитель эту планку не выполняет, то после какого-то подтверждения попыток, как бы, движение в его структуру, в его ячейку, он, значит, снимает с любого нашего поста, и его ячейки передает другому руководителю. Опять же, да, касательно, как посмотреть, сколько денег у участников. Вот была аргомендация в соответствии с системой, потому что максимально 30 участников одного десятника. Вот это снова начинается история, да, когда там по стоимости участников у десятника, но не может десятник нормальный, качественно обслуживать 150 участников. Ну это нереально, понимаете, нереально просто. Все звонят, пишут, все считают, решают проблему каждому, да. В идеале человек 15-20, не более 30-то максимум, у вас работоспособность хорошая. То есть надо с этим гнаться. Опять-таки построение пирамиды каждого, да, с каждой ячейки, каждой структуры каждого планета, это такая маленькая отдельная пирамидка, да, которую, знаете, надо не вот так вот строить кого-то, то есть вы вот сверху, да, вот у вас получастника, а вот так вот. То есть выбираете даже десятников, да, и под них переводите каких-то участников, то есть не надо ерундой заниматься. То есть у вас в вашей десятке находится 10 человек, то отследить в личном кабинете 12-м, там все видно на рабочем столе, кто под это дело в дупом и запрашивает динамику за неделю, да, и там не так много движений будет. Абсолютно элементарно. Для тех, кто не может сдать отчеты по нам, да, была, была проблема, мы когда передали большевую платежную систему проблемную структуру одну, ну, где руководители выше, рангые десятичники выше, не знали банальной экспорта, ну, на начальном уровне могли сдавать отчеты в общепринтах, в степи данных, в формату коровы и так далее, ну, какие-то могут быть руководители, ну, поэтому в таких проблемах в системе водительстве и были. Сейчас проблемы, они решены в связи с реструктуризацией. Спасибо. Вот эти люди у меня сейчас просто каждый день со здравоохранения читают. Вот эти вот травмы каждый день с каждым. Сто двадцать пять человек в день, это, конечно, круто. И как вот с ними будет? Вот Зинчук, он вообще был на Украине. Они переводили деньги на битерского дохода там Артема Ашотовича. То есть непонятно, что и как. Как это случилось? В первые дни вот именно он был на официальном сайте. Он там, кто игрался, он показывал, что он был... Вот именно Зинчук, он был на официальном сайте, он все регистрировал, он себя все нормально. Ни один кабинет нормально не работал. Я сейчас с людьми вообще сталкиваюсь с таким, что, боже, они приезжают ко мне в офис, да, у нас офис открыт, у нас спокойно приходят, они все видят. Ни паспорта, ни данного, ни Зинчука этого нет, ни Ашотовича, ничего нет. Ну, хотя, если, как можно отследить эти все платежи, куда вшли деньги точно, цепочка есть. В принципе, можно по банку расследить, куда эти деньги уходят. Люди сидят неверно. То есть, по 25 человек у меня сидит, по 300 тысяч плат, по 100, по 200 тысяч. Они не знают, что делать. Они меня думают. Я в Ёмкину обращался, в Ёмкину, пока, видно, не могу, чем помочь, ждем свыше. Крови отвечает вообще. Артем на мне раз ответил. Я начал собирать документы, с них скриншоты прочее, на меня на руках. Сказали, не собирай, не проводи ничего, инициативы не проявляй. Так, шейтанец. А кто ваш руководитель? В формате идем. Идем к которой? В службе в один. В странном цифровом. Угу. Ну, смотрите, такие вопросы решаются в частном порядке и имеют затяжной период решения. Я вас дам предупреждаю. Я в вторую неделю не могу понять, а исходник не прочитал. Вопросы, вы уточните, это по одиннадцати или по двенадцати вклады делались? По двенадцати. По двенадцати. Не по одиннадцати. По двенадцати. Ну, смотрите, тут какая ситуация. Вам нужно полный паркет документов собрать. Мне не дает. Я не присядь. Куда не дает. Не собираетесь. Мы уже собрали. С кого собрали? С них собрали, так мы уже со собраниями собрали. Ну, давайте подойдите ко мне после конференции, потом вопросы. Я в таком неведении. У меня вспоминают, и у меня люди эти просьбы являются. То есть, не прячут ничего. Давайте по перерыве, то есть, вы подойдете, да? Частные вопросы, то есть, их нужно решать уже в индивидуальном порядке. Здесь общих ответов на них не дадите. Они, нет, это же не вложились. То есть, я не вложил. Они вложились опять по новому. Ну, кабинет он может перевязать. В том кабинете вы висели, что он не платильщик. Он не мог платить. А почему вы всталили? Как не платили? Ну, здесь еще одно наше самое большое увезлимое место. Сейчас он динамство, это личные кабинеты. Здесь всем нужно набраться терпения. Буквально, вот, в ближайшее время штат программистов будет тюфироваться. И работа будет налаживаться. То есть, 160 человек. Если штат 60, то есть, осталось по 25. Я не знаю, у меня очень знакомая ситуация. Я, конечно, не знаком. Четыре человека уже мои плачки. Ну, а цены как? Ну, я понял вас. Следующий вопрос. Да, да, подойдите. Меня зовут Юрий. Я недавно, неделю назад, был пост. Мне сказали, что, если я 10 предлагаю по участку старой структуры, можно написать об этом, да, и выплатят все долги. Ну, моментально, только я быстро, да, эту информацию. Какой он назовет фамилию? Нет, ну, нет, не вся же, даже какая-то условия. Потому что там есть две ступени, более высшую стоящую. Под расформированием ничего не поделаешь. Давайте я зафиксирую. Следующий вопрос. Пожалуйста. Можно. Можно. Вы, наверное, немного более соседов вещества. Но вот такой вопрос. У меня спонсор очень далеко в лотачке. Поэтому я подпределяю. И раз еще попала эту встречу, можно задавать такой вопрос. Лично я положила, может быть, правильно-неправильно, но захотелось бы. Лично я положила на 5 тысяч рублей, небольшая сумма, и я положила на 5 тысяч 5 процентов. Ну, абсолютно. Путь я подпределяю. У меня есть квартира в Москве, мне нужны квартиры. Поэтому я вам каждую. Может быть, купе. Сейчас скажу, да. Значит, какое-то время в кабинете у меня висело, что-то заставочка, что у меня 5 тысяч 5 тысяч. Но потом, когда в кабинете другие вопросы происходили, я просто сказала, что это исчезло. Попробуйте в обратную связь написать. Для начала. Я попробую. Попробую. Ну, это очень типичная история. И еще, если так можно сказать, у меня один человек, просто когда он сухили, ну, непротивильный, наверное. То есть мы не успели перечислить деньги. И вот сейчас он у меня как-то отграшен. Что у меня? Ну, блокируем обратную связь. Это что, вообще индивидуально, или что? Это все решается через вышестоящих. То есть связывается с сотрудниками ГРО и программистами исправлять. с сотрудниками ГРО и программистами исправлять. Можно? Я ссорник. И появляются участники из США. И у них вот такой вопрос по легальности участия в нашей системе или по уплате налогов. То есть если им поступать на счет, то такие большие суммы, мы говорим, как мы будем платить налоги, потому что это дискрытие США вообще не так. Но смотрите, если раньше в одиннадцатой системе это как бы было косвенно, то сейчас явно также и в личном кабинете указано, что делается, оказывается благотворительная помощь. То есть в любой стране мира благотворительная помощь не налогооблагаемая. Это первый момент. Второй момент. Что касается вопроса по легальности на территории СССР. Абсолютно легально в силу того, что американское законодательство подразумевает под понятием финансовой пирамиды юридически те организации, которые гарантируют прибыль выше установленной комиссии по ценам бумаги. То есть в МММ никаких гарантий нет. В этой связи мы сразу автоматически под закон о финансовых пирамидах не попадаем. То есть мы можем бить себя в руки, называть свои финансовые пирамиды, но юридически на территории Соединенных Штатов Америки мы таковой не являемся. Более того, один еще из аспектов и признаков финансовой пирамиды – это поощрение за привлечение новых участников. То есть у нас в системе и правилах в личном кабинете указано, что поощрения, то есть никакого систематизированного поощрения нет. Все бонусы, которые начисляются, они начисляются лишь по личному усмотрению Сергея Мавродя. То есть опять-таки мы уходим от систематики. То есть наши юристы как бы прорабатывали все законодательства всех стран, где есть законы о финансовых пирамидах, то есть и 12-ю систему юридически построили таким образом, что не подойдет закон мира по финансовой пирамидам мы не попадаем. То есть они могут свободно участвовать. То есть руководитель западного отдела по работе западными странами Борис Вербицкий, то есть в том, как можно более подробную информацию дать, как работать, с какими лучше банками работать. То есть для России тоже одна была такая проблема, что система перевоспределяет запрос на выплату по банковскому призыву, и некоторые участники складывали в какие-то неизвестные банки и жаловали, что им продолжительное время не приходили запросы. Поэтому лучше пользоваться банками наиболее популярными в нашей стране, такими как Сбербанк, Слизной, Альфа-банк, ВТБ, то есть для того, чтобы не было проблем с получением выплаты, для того, чтобы не было проблем с активизацией вашего вклада. У нас структура очень была дружной и поработала, и все выплаты, и все отчеты все время вовремя проходили. В связи с тем, что у нас мы сейчас все отчеты просто дали, но дело в том, что у нас исчезли вышестоящие руководители. 10-тысячник это дали, но по рукопцу 100-тысячник Иван Жанович и казначей Александр Мусс. К кому мы будем относиться? Куда нам обращаться? Что делать? Смотрите, прежде всего самое главное, что если в отчеты передали по указанной почте, то все пристанные данные фиксируются в программу и даже ничего страшного нету, что там данные приходят на внешний раз. То есть когда повторно данные вбиваются, то уже зафиксировано, что в программе есть. Соответственно, что касается выплат? Выплаты идут по территориальному приставу. То есть в зависимости от того, например, если у вас участие зарегистрировано в Москве. Соответственно, в зависимости от того, насколько бюджет, ну, поступление средств от Москвы. И в процентном соотношении на всех подключей делятся вот эти, там, 10% от поступивших средств в 12-ю системе. А чьи изставляют эти деньги? Выплаты, выплаты происходят. То есть сейчас система 12-я устроена таким образом, что денежные средства у участников хранятся на личных счетах. И когда подходит очередь по выплате кого-то из участников 11-й системы, то участнику 12-й приходит запрос, где написано, что запрос на выплаты по 11-й системе такому-то человеку. Все. Если, например, нет руководителя у этого человека по 11-й системе, то значит, там стоит контакт координатора по Москве или координатора по центрально-федеральному округу. Соответственно, когда пришел запрос на выплату по 11-й системе, участник может связаться с руководителем либо с координатором по региону, соответственно, с тем, с человеком, к которому производится выплаты за 11-ю систему, и со своим высшестоящим руководителем для того, чтобы подтвердить эту операцию. То есть здесь все говорят, что... Александр, это дело в том, что нас нигде нет. Вот мы не можем... В смысле, нигде вы? Где мы должны быть? В 12-м мы не состоим. Нет, ничего в этом страшного нет. Данные... А вот руководитель, вот если что-то выплаты будут проходить, вы нормам 12-й? Что вы должны? Если, смотрите, если выплаты по 11-й системе будут, у вас, то есть вам нужно держать контакт либо с координатором по городу Москве, либо с координатором по центральному федеральному округу. То есть два есть координатора по ЦПО. Это Рустам Мухаммедгариев и Владимир Георгтин. Вот. То есть эти два человека, когда будет, подойдет очередь по выплатам, да, то есть они вас известят. Вот. Если они известят и к вам человек, который будет вас денежные средства переводить, тоже позволит спросить, действительно у вас такая же сумма, ну, есть долг? Это десятникам уже будет сообщено или лично? Лично каждому, кому будет непосредственно приходить. Есть еще раз говорю, если у вас, как десятник, какой-то руководитель, там, скрылся, убежал, да, то, как бы, ваш, ну, подтверждение будет производиться через руководителей, через региональных руководителей, которые назначены 12-й системой. То есть для, да, Беркин, либо Мухаммедгариев. Сейчас по Москве, да? Да, ну, по Центральному и Федеральному Мухаммедгариеву. По телефону, все, то есть те контакты, которые вы указывали, то есть там почта, телефон, скайп, ну, вообще, как телефон обычно подтверждает звонят. Добрый день, Дмитрий меня зовут, выберет участие в формонах. Вопрос. Как сейчас организованы безопасность личных кабинетов ММ-2012? Потому что в системе 2011 операции, покупки, продажи, мапы хранились у каждого десятника за свою десятку отдельно. Но они собирались там потом у сороких, у тысячных и так далее. То есть при технической проблеме, при утере, допустим, одного файла можно было все восстановить. Как организован безопасность сейчас? Ну, смотрите, то есть система безопасности совершенно элементарная, да? Все данные, которые находятся в личном кабинете, они каждые 15 минут синтронизируются, копируются и на отдельном сервере хранятся, да? То есть даже если что-то происходит с личными кабинетами, то всю ту информацию, которая скопирована и сохранена, и его выставляют на новые движки. Что касается, ну, то есть тут я не, скажем так, не, образование мне не позволяет, да, там, углубиться в технические данные. То есть, ну, по-моему, программа называется FOR, которая защищает личные кабинеты и, там, так называемые, вот эти, там, облака, не облака сделаны, да? Для того, чтобы, скажем так, не добраться к нашему серверу, вот. Но самое основное, это то, что идет синхронизация всех данных по кабинету на сервере, и после этого, то есть если что-то происходит с сервером, то лично, ну, информация по личным кабинетам на новом движке, то есть выставляется уже, и можно продолжать работать, да? То есть, ну, единственное, что вот если за эти 15 минут что-то произошло, ну, да, то есть операция 15-минутной давности будет несохранена. А сами, вот, сервера личного кабинета, где расположены? Просто если мы декларируем цепь на 12 апокалиптах, да, если же больше к западу относится, да, к западу, то им, конечно же, будет легче добраться, там, до голландских серверов. Ну, как бы сказать, тут разницы никакой нет, тут все избавили, там, в России, там, или, там, где-нибудь Димбабы находились, то есть, то есть, они, сервера расположены таким образом, что... Не проще ли будет, там, политическую структуру добраться до компаний, которые занимаются... Ну, смотрите, то есть, я, как бы, ну, всех там нюансов не могу раскрывать, да, то есть, это, скажем так, в Толанде, там, основная серверная на поле, но, там, есть все, кто по всему миру, то есть, есть, например, закрывают на одну переду, там, как бы, есть серверные, на другие. То же самое, если кто помнит, это произошло в, по-моему, в марте или апреле 2011 года, да, когда Сергей Петлеевич ввел свой блок, то есть, вся работа через блок была настроена, и тогда сразу автоматически запустили сайт, да, именно благодаря разветвленной системе серверных комнат. Вопрос по личным кабинетам. Сами было написано, что личный кабинет 11-й систем приводится в 12-й, то есть, в том же электронке и... это, может, телефон, да? Что я пыталась оправить, и говорят, что нет таких данных. Дело в том, что вас там должен зарегистрировать руководитель, а старые данные, на моем номере 2011, сохраняются с той целью, чтобы сохранить привязку к кредитору из старой системы, системной, новой. То есть, вам будет возврат идти только в том случае, если вы зарегистрируетесь именно под тем же имейлом, каким вы были вам одиннадцать. Да, если вы сами не зарегистрировались, не смертельно, а за вас это сделают сотрудники КРО, вас внесут, однако вы будете по техническому не взяли на находиться. Что? В КРО очень сложно обратиться. В КРО очень сложно обратиться. Через руководителя пытались. Это на моем совете. Только никому не говорите. А самой можно зарегистрироваться, да? Можно. Как будет с помощью ремонта 2015 происходить разрушение мировой экономики? Пробую сказать, еще раз хочу отметить, что наша цель, наша задача – это создание адаптивной единицы платежной. И неважно, как эта единица будет выглядеть, в виде электронных МАВР, в виде, там, не знаю, билетов в ЮАРе, в виде сервисных сертификатов. То есть задача заключается в том, чтобы все эти… чтобы наши электронные валюты, ну, чтобы наши, в принципе, денежные единицы, они вытеснили все остальные. В процессе вытеснения мировых денежных единиц, да, то есть человек, который участвует в нашей системе, системе взаимопомощи, то есть задача – изменить и совершить переоценку ценностей, переоценку материальных ценностей, да. То есть вместе два вот этапа – переоценка материальных ценностей и ликвидация мировых, скажем так, денежных знаков, ведет к тому, что, в принципе, денежные знаки, они, как бы, сами по себе это и не нужны будут, да. То есть каждый человек уже для себя совершает переоценку, то есть он может напрямую перейти от товара обмена, да, к обмену продуктами, продуктами деятельности. Поэтому, ну, это вопрос такой более глобальный, да, то есть может и отдельно подойти, уже конкретно описано, как это происходит. Но, тем не менее, да, одна из целей – это создание альтернативной платежной единицы на данный момент. Вот, то есть уже на Украине, скажем так, идут определенные шаги к этому. Поэтому сейчас украинским участникам доступна функция и покупка, покупки за мавро, то есть, например, какой-то товар, да, есть уже мавро-магазины, в которых можно часть товара оплодить гривенами и часть товара мавро. Точно так же есть уже сеть предприятий, которые оказывают скидку тем участникам, которые участвуют в системе, да. То есть есть такие маврокарты, и по этой маврокарте можно в сети предприятий, которые занимаются продажами и оказанием услуг, получить скидку. То есть из объекта спекуляции необходимо мавро подвязать к товарам и к оказанию услуг. То есть для того, чтобы уже напрямую не было смысла обменивать мавро, чтобы удовлетворить свои потребности, можно было сразу мавро расплачиваться наряду с всеми другими разрешенными денежными шагами. Вопрос. 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 на нашу сторону это не будет нашим успехом то есть нам как бы не нужны там какие-то отшельники там или какие-то времена то есть вообще сам рода временной принцип он не строится на системе без денежного продукта они в принципе каждый из участников времени он знает свое место меру своих интеллектуальных и физических способностей приносит вклад в развитие своего общества и тем самым он имеет право пользоваться плодами общественного труда всего того коллектива в котором он находится по большому учету одна из наших функций заключается перейти к на этот уровень но уже с учетом новых информационных и производственных технологий ну совершенно верно поэтому да поэтому я говорю что наша задача от объекта спекуляции то есть мамы сейчас представляете собой объект спекуляции сегодня он cancellation комп Romero Lite Swiss ersten artist popular сейчас не одна валюта мира не подкрепляется напомним товар есть если везде попал слайду мало часть обеспечен тяжело нормально часть она обеспечена золото отчасти обеспечена балюте другого государства, ну, в большинстве случаев валюты США, то есть при том условии, что валюты США тоже ничем не обеспечены, то есть деньги обеспечены деньгами, да, то есть ничем фактически, поэтому вопрос хождения новой валюты, это всего лишь вопрос доверия и вопрос веры в нее, то есть если через спекуляцию доверие к Мавру возрастет и окрепнет, да, то почему бы и не перейти к оплата услуг и продуктов за наши денежные единицы. Получается, как бы, цель, получается, как бы, типа, государственного государства, что ли, получается, то есть есть производственники, потребители, они, как бы, обмениваются только между собой, что ли, ну, и как, то есть все? Ну, вообще все между всеми обмениваются, без денежных единиц товар обмениваться на товар. То есть в чем заключается продукт от товара? В товаре заложена прибавочная стоимость, в продукте нет прибавочной стоимости. То есть если мы ликвидируем прибавочную стоимость, то мы, в принципе, можем прийти на прямой продукт обмена. Все, то есть это как бы один из основных принципов ликвидации всех мировых валют. Но для того, чтобы перейти на прямой продукт обмена, у человека должно измениться сознание, то есть должна произойти переоценка жизненных ценностей. Кому-то для этого там потребовано, не знаю, месяц хватит, кому-то два, кому-то три года. То есть по мере того, как каждый из участников нашей системы, то есть есть определенная аналогия нашей системы. То есть возьмите любую социальную сеть, Facebook, ВКонтакте или еще что-то. То есть они пошли, сделали первый этап, то есть они объединили людей и выполнили свою социальную задачу. То есть перед ними стоит теперь второй этап. Второй этап – это создать внутри каждой из этих социальных сетей систему взаимного кредитования, чтобы каждый из участников социальной сети мог друг другу помогать материально. То есть еще раз хочу повториться, что этот процесс неизбежен, то есть это может через 5, через 10 лет, он может наступить с ММН, без ММН, но как бы тенденция идет к этому. То есть и создание вот этих крупных общественных сетей, и второй этап – это создание системы социального кредитования внутри этих сетей, то есть позволит как бы продвинуть наши идеи намного, скажем так, быстрее и намного активнее. Продолжение следует... Последний раз, когда... Все, то есть оно уже поступило в крок... Да, 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 руководитель, который ремизионного отдела, сохранился только, что в 11-й иконников Ферес, что в 12-й иконников Ферес. То есть они сейчас расширили штат, и все отчеты, которые были поданы, они в программу зафиксированы были. теоретически теоретически можно подать когда сотрудник контрольного ревизионного отдела будет в программу вводить данные программу скажет, что уже данные есть ничего страшного, ничего в этом страшного нет даже те, кто не участвует в 12 системе, будут получать выплаты имеют право подать документы на возврат денежной среды и те фамилии, которые вы назвали, через месяц, через полтора совершенно верно по той же теме, у нас уже менялась программа и последний, который был, с которым я сейчас связался он сказал, что в 2011 не участвовал а по поводу в 2011, обращайтесь с предыдущим 10, чтобы он сделал запрос еще раз говорю, вы можете вообще, если вы рядовой участник, вы рядовой участник можете напрямую поставить заявку по выполнению то есть все необходимые документы собрать, которые требуются и отправить эту заявку, то есть у вас внесут программу то есть вне зависимости от того, есть у вас десятник, нет у вас то есть очень, ну, бывают случаи, когда там десятники бросают все свои дела и убегают то есть точно так же вы можете обратиться к уполномоченными, да, по территориальным признакам то есть по центральному федеральному округу и попросить их помочь написать заявку то есть это тоже входит в их должностные обязанности а вот к Владимиру Дюбтину, я могу прописать? да, либо к Владимиру Дюбтину, либо к Руставу Мухны-Гарьеву потому что в основном 10-е он, значит, даже не знает своего ужасающего водителя, вот когда я задавал этот вопрос и почему он в 2011 не участвовал, но сейчас, значит, стал десятником в 2012 мне тоже очень удивительно, потому что в основном водители участвуют, которые уже были в 2011, знают систематику вообще ну, сейчас, как бы, не обидно, то есть много же людей, которые приходят нет, а если, смотрите, вопрос очень простой если раньше руководитель отвечал за перераспределение финансовых потоков, да то теперь, как бы, десятник не отвечает, а программа автоматически считает единственное, что просто нести учет, да, и привлекать, заботиться о привлечении новых участников в 12-ю систему ну, к сожалению, я вам сейчас контакты не могу подсказать, то есть на сайте, по-моему, опубликовано ну, давайте, да, вот впереди, да, то есть есть участники из первой линии, которые вам могут подсказать ну, может сказать, что по 12-й смартфону да попробуйте, пожалуйста Будет ли произведена взрослая подробность? Повторите вопрос с примера Фоман Русский. Получается так, в 2011-й карамидре была записана женщина под одним имейлом. Так как карамидра закрылась, а то вторая, двенадцатая, также под этим имейлом, имейлом записывался в личный кабинет, но уже другая фамилия в личном кабинете. Вот будет ли выплат по одиннадцатым и двенадцатым? То есть личный кабинет с одним и тем же имейлом, но разные фамилии. Вы знаете, здесь я не знаю, как другой человек мог зарегистрироваться под ее имейлом, там технически нужно получить пароль для вот этого. Все, Ротсин, просто она не может там работать. То есть она была в одиннадцатом, была женщина записана, двенадцатый парамид не записывался ее мужем. Можно будет получить, главное, чтобы были сохранены данные самовинность. То есть привязка — это то же самое. Еще один вопрос. Человек, когда вносит деньги, ну вот, двенадцатый, да? И стаблица называется «Очень обеспеченный за любви такая». Вот человек у меня внес 28 августа сумму, и статус у него очень подскочен. Раз, возьмем часа. Как долго? Это совершенно нормально. На какой он базе положил? Месяц и три месяца течение. Ну вот, можете не переживать, то есть это срок совершенно короткий, у людей по полтора месяца, поэтому не переживайте. А если руководитель не закончится? Вот, к сожалению, технически он их снижен только после того, как эти деньги не могут в систему. То есть после того, как придет закон. Спасибо. Спасибо. У нас с Сергеем разговаривали, с вами был один из еще работали. Я попросил, у нас остался обычный офис, один который не слышит. У нас в офисе остался, один, который уже написал в сайте, который в свое время работал в двенадцатом. У нас был один из офисов, который у него, один из всего работает. Традиционный центр связи в Шадлокрае, то есть удалиться от ответа практически невозможно. В один из, я не говорю, у нас стоят минусы остались, но люди предложили в двенадцатый, при активном участке. Нам надо, например, нормальный координат, ради 5, чтобы у нас были нормальные группы по двенадцатому, у нас будет нормальный приход. Можно? Вопросы. Ну, обращайтесь. Можете, вот, вводить инсервис завтра. Можете? Я вам сказал, что завтра, мы с вами работаем, мы с вами работаем. Проблема, сейчас, как бы, ну, одно время хотели ввести привязку по территориальному признаку, ну, то есть, регистрироваться только в руководителя. Выше статьи на Кросса тоже, как бы, сейчас, как бы, пока, я не знаю, на данный момент, есть возможность регистрироваться в любую понравившую структуру. То есть, если, да, если там есть какой-то руководитель, который максимально может вам помочь, да, и облегчить процесс вашей работы, пожалуйста, то есть, обращайтесь к нему, и можете переводиться, или, да, совместно, сотрудничать. у меня вот есть двое, да, с, ну, возможно, совместно, какого-то сотрудничества, то присоединяйтесь к нему. Да, естественно. Спасибо. Уже. Да, да. Уже. 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 Реально, то есть, сейчас на данный момент выплачивают вопрос только сроков, да, то есть, и вопросы еще с сохранением 12 системы. чем дольше существуют 12 системы, чем люди в ней активнее принимают участие, тем как будет больше объем выборов, Потому что никаких выплат, кроме как из 12 системы, быть не может. И вот то, что 10% правильно, как мои коллеги говорили, что те выплаты, которые в 10% размере шли в июле, в августе, то есть это уже не таки масштабные, как в систему придет приток средств. В сентябре этот, например, начался. Чем активнее будет система? Причем ситуация двояркая. С одной стороны, в систему не идут, потому что есть долги по 11, с другой стороны, по 11 нельзя долги погасить, потому что нет долгов в 12. Но, тем не менее, руководители находят варианты привлечения денежных средств, и благодаря именно работе руководителей, которые привлекают денежные средства, в 12-ю систему идут выплаты в 11. То есть основную благодарность, и самую главную, это необходимо выражать тем, кто сейчас в 12 занимается привлечением людей. Как им это удается? Это уже как бы индивидуальные особенности каждого. Если вы как бы встанете на путь помощи этого руководителя, то это ускорит процесс погашения долгов в целом. Они в 11 все куда не ушли? Они все ушли на выплаты. То есть их нет, это не то, что деньги в одном храгере еще собирались. То есть все деньги, которые были в 11, они уже разошлись на выплаты. Либо на выплаты по 11 в системе, либо на убежение компенсации. Вы можете поучаствовать в кассе возврата. То есть вы можете 25% от своего долга вложить в кассу возврата и приблизительно дней через 40-45 получить доминант плюс 10%. Естественно. Да, совершенно верно. Давайте, друзья, еще буквально пару вопросов. Вот, пойдите, сейчас вот подаду. Я участвую в 11, 12, как же у меня муж сейчас. Вот у сына, сын вообще болит. Странный новый десятник, он мечется из структуры в структуру, из компаний в компаниях. И у него какие-то ссылки посылают, как в другие компании. Честно говоря, у меня такое, вообще, есть, так сказать, опасение, что он вообще на возврате, ни того вложить не будет. Ну, ничего в этом страшного нет. Вы самостоятельно можете контролировать ревизионный отдел, там, или через своего стотника. Да есть ни коровой, ни десятник, ни сотник. Вы можете самостоятельно связаться с руководителем по Центральному федеральному округу и через него направить запрос по компенсации за 11-ю систему. То есть, вот впереди, например, Александр сидит, у которого является Владимир Демкин с первой, как бы, линией руководителя. То есть, он подскажет все контакты, по которым с ним можно связаться и написать необходимую заявку. То есть, к нему надо... Да, 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 подойдите, и он вам уточнит эти координаты контакты Владимира Демкина. А вообще, можно еще один подменять? Потому что, я его найти, очень сложно с ним связаться. Да, 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 да. Чем он никак не контролирует? Система автоматическая. То есть, когда компьютер назначает десятник, разницы, кто у вас является десятником, нет. То есть, это чисто, скажем так, ну, нельзя. Для вас лично это номинальная фигура, которая ведет свой учет. То есть, никак на ваши денежные средства работы десятника в 12-й системе отразиться не может. Нет, если хотите, ну, поменяйте. То есть, проблем нет, любому понравится вам десятника. Но еще раз повторюсь, что сейчас, на данный момент, разницы в том, кто у вас является руководителем, никакой нет. Я понимаю, да, но просто вообще не занимайтесь. Если говорить о других компаниях сейчас... Ну, я понимаю вас. Значит, ну, перейдите к другому руководителю. Спасибо. Да. А вы можете по ним дать какую-то ссылку к сайту, то, что вы говорили на мой вопрос, где в этом тексте он видит, как бы, можно было подробно почитать, как обозначить. Ну, смотрите, сейчас, то есть, это больше, скажем, какой вопрос идеологичный. Нет, 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 нет. Там, где его можно даже уходит. Ну, можете, как бы сказать, ну, какие сайты. Ну, посмотрите, там, на сайте сердея-дефикс-мавроли.ком, там, где не об МММ, да, где статьи Сергея Петеревича идут. Да, и что будет, как бы, детального описания? Ну, скажем... Сценарий, возможно, сценарий, вот, и развития, вот, на акциях, решающих этапов. Ну, понимаете, я вот то, что вам озвучил, это я конспектировал всю эту информацию, которая есть вот в этом разделе. То есть, если вы его всю полностью проанализируете, да, то вы, как бы, можете для себя, там, тезисно все эти моменты выписать. То есть, все, там, статьи Сергея Петеревича, все его дневники и видео. Я понимаю, то есть... Да, 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 да. Все это и есть. То есть, у него, там, до создания одиннадцатой системы были, там, много политических дневников. То есть, проанализируйте всю эту информацию, как бы, и услышите вопрос в ответах. Ну, давайте, да, больше, как бы, по системе поговорим. Просто время идет, вот, у людей, как бы, есть и финансовые вопросы интересуют. Да. Ничего страшного. То есть, вы имеете право не выплачивать, то есть, делаете принц-кринт кабинета, что там нету фамилии, нету телефона. И если, там, от которой на ревизионного отдела у вас будет запрос, почему вы не оплатили, вы, как бы, говорите, что вот, то есть, были неполные данные, там, и я сомневалась в том, что, как бы, этот запрос идет по назначению. В том случае, участников можно не переводить. Да, 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 естественно. И самое главное, чтобы был, как подтверждающий факт того, что неполная информация, или там информация, при которой невозможно исполнить операцию. Да, да, да. Участник может прописать причину. Она просто откажет человеку, иногда не сохраняется с тех. Там, да. Вот. И опишешь в обратную связь. Вот обратная связь, да, это, как бы, тот инструмент, который должен ускорить работать. Потому что, как-то, женщина, да, говорила о том, что десятник занимается нам. Своим, вы говорите, я, как бы, участник может сам сидел. Но решить вопрос, может, без десятника, через обратную связь. Что не очень просто. Вот я, как бы... Какое у вас предложение? А, предложение, вот, как-то, вот, улучшить работу обратной связи, хотя бы... Ну, конкретно, что вы предлагаете? Чтобы не было одного, однотирного ответа. Как же, как бы, если ваш вопрос актуален, напишите еще раз. Ну, ну, вы конкретно скажите, как можно инфидировать эту проблему? Ну, правда, ну, технически там, внутри, я просто не знаю, что происходит, а как-то внутри, технически. Нет, ну, если вы, как бы, ну, как сказать... Я просто не знаю, как она работает, эта обратная связь, каким образом распределяется этот запрос. Вот, поэтому я не могу предложить. Я не знаю, вот, механизм действует. Как она работает, до недавнего времени так все сделал только один сотрудник. Я отвечал на весь поток писем с обратной связи. Вот, обратная связь. Вот, на данный момент сейчас штат сотрудников усиливается, увеличивается. И ответы в обратной связи теперь будут все более-более оперативными и гибкими. Вот, кстати, еще один момент я хочу указать. Многие почему-то до сих пор не обратили внимание, что во время платежных поручений вы всегда можете найти контакты с четырех сторон. Переводящие, получающие и, соответственно, руководители обеих сторон. Там указаны и эмейлы, и телефоны. Тут не составляет совершенно никакого труда связаться с человеком и задать какие-то непонятные для вас вопросы. Не надо просто выдержать. В таком случае просто не отвечает ни тот перефод, ни почта, ни руководителей, ни кто захочет. В эти тоже действуют. Значит, в таком случае через вышестоящих, до самого верха, это все подается. Я еще раз говорю, личный кабинет – это сейчас наше самое уязвимое место. То есть очень много постоянно висит моментов, которые нужно решать, особенно частного характера кабинета. Значит, наберитесь терпения, постоянно придется работать. Просто озвучено, что многие не озвучены. Там обратная связь волнует многие. Я знаю, знаю, но я с этим работаю постоянно. Вот у меня вопрос, у меня небольшой технический факт. Если у меня в кабинете до сих пор висит красный значок, перечерпанный, а мы уже писали много раз на обратной связи, на почту, и везде уже, по-моему, и звонили, но он висит до сих пор, и украшен. Друзья, давайте по общему делаем. Лечный кабинет со своим руководителем. Здравствуйте, Ксит, поздравляю. Ваши руководители все решают. Очень-то смысл, а давайте разум. Хотел бы сказать по обратной связи. Сам писал, очень оперативно, по многим вопросам не отвечать. Возможно, какой-то вопрос. Мой вопрос. Сейчас по вкладке участники и предварительной регистрации есть несколько заявок, но они, скажем так, не активны. Когда они станут активны и когда они сработают? Они были активны и активны. Они были активны и активны. Теперь смотрите, в принципе, как работают программисты. Приходят заявки на какие-то проблемы. Есть у программистов определенный план нового введения в личные кабинеты. Есть дополнительно программистам приходят заявки на ликвидацию определенных проблем. Чем больше заявок по той или иной проблеме поступает, тем они стоят в приоритете. То есть если, например, эти проблемные моменты замедляют работу нового введения. Но кроме того, каждое новое введение перед тем, как оно запускается, оно должно пройти процедуру тестирования. То есть после того, как все эти шаги будут пройдены, все эти вкладки дополнительно будут запущены. Еще второй вопрос. Недавно, так как моя технология в привлечении людей подразумевает много контактов, и на меня вышел человек, который участвует в некой анонимной организации. Он рассказывал о какой-то угрозе. Именно планировалась атака на сайт, где могу ли, то есть. А также на посетителей. Вот куда можно сообщать, на какой адрес для рассмотрения этих моментов? Ну, по апокалипсису 24, да. Нет, ну апокалипсису не надо этими вопросами техническими, да. То есть... А там он скажет, куда обращаться, выписает. Да? Отвечает, куда надо, что угодно. Ну, как бы сказать, ну, чтобы просто не перегружать работу юристов, как бы их там, штат небольшой, да. Да, да. Ну, в ЮАР можно поемник купить. Проблема. Естественно, да. Вот обращайтесь к Андрею Киму, то есть он подскажет все необходимые, ну, всю эту процедуру, да, как вступить в партию, то есть и как уже принять участие в партийной деятельности. Ну, а как покупать? Ну, можете заказать. Ну, я не знаю, может быть, и будет запущена функция покупки билетов. Ну, это только на перспективу. Еще вопросы? Ну, давайте тогда подведем наши итоги. То есть, смотрите, в принципе, можно небольшой перерыв сделать, и после перерыва буквально, там, минут 7, значит, мы расскажем вам о нашем направлении в Сербии, да, то есть о компании Передур, которая выпустила инвестиционные сертификаты, то есть и о смежных направлениях по инвестиционной деятельности. То есть кому будет интересен этот вид, да, то есть можете через после перерыва остаться и получить всю необходимую информацию. Кроме того, есть там на выходе и вот на столе деброшюры, которые поознакомливаются технологиям продвижения этого проекта. Вот, ну, спасибо вам, тогда первую часть мы закрываем, и через 7 минут вдруг все на вторую часть.